всем привет в редакции unreal engine 5.1 появилась такая штука как overlay material она в общем стоит по сути практически на каждом элементе так скажем главного находящимся то есть вы можете поставить как и на skeletal mesh на static mesh единственное что пока нет настройки на нанитовые сетки да то есть те предметы которые из нанитов так скажем на них overlay пока еще не работает смотрите допустим поставим на персонажика ну давайте для начала создадим вообще материал пусть давайте overlay material какой-нибудь единица да назовем его сам материал мы сразу настраиваем как translation да чтобы он был прозрачный вот нам как раз таки нужен emissive cover и opacity давайте выставим какой-нибудь цвет нажимаем на цифру 3 кликаем по экрану и у нас появляется цветовая так скажем палитра который мы можем редактировать если мы сделаем convert to параметр это у нас будет как раз таки уже параметр который мы можем редактировать в инстансе материала пусть будет так теперь нам необходимо мы кстати можем 51 настраивать какой-то дефолтные до значения данном случае он у нас настроена черным ну давайте пусть будет зеленый у нас дефолтное значение ну и мы можем настраивать какое-то определенное уже она сразу автоматом ставится но так как я не настраиваю его он был черным мой материал естественно был мой цвет был естественно другим теперь как нам так давайте через ноду fresnel мы подключим это все через мультиплай мы соединяем подключаем вымассив cover и в opacity fresnel мы можем создать сразу промоутер параметр да то есть параметр переменной оставляем такие наименования дефолтные значения здесь выставим пятерочку допустим здесь ну целых одна десятитысячная или какая-нибудь там побольше ну там может посмотрим ста тысячная так здесь и у нас получается вот такой вот материал давайте применим можем пока закрыть смотрите наш персонаж чтобы нам найти оверлей материал мы можем перейти в рендеринг и здесь есть во вкладке advanced да вот рендеринг advanced оверлей материал либо набрать в поиске оверлей и вот как раз у нас выйдет давайте возьмем наш материал применим его сюда если мы подлетим да у нас настройка конечно некорректная потому что издалека мы практически ничего не увидим только вблизи естественно нам давайте создадим create material instance сразу ки его назначим сюда откроем psalm materium instance и будем редактировать сами параметры пусть будет параметр цвета синим само значение мы можем выкрутить так мы нажали нажали давайте так какие то проблемы с накладыванием я не в ту сторону крутил в общем смотрите то есть мы определенное значение настройках делаем и естественно то и получается это вот обычные оверлей материал это просто материал наложения он дублируется по сути то есть то что есть материал у персонажа он отдельный если мы из поиска уберем да вот материал элементов у нас наложен уже на персонажа оверлей он как и является дополнительным материалом накладывается поверх нашего основного материала основных материалов так как их большое количество может быть а оверлей только единичный также что еще хотел напомнить теперь нам стало проще допустим какие то элементы подсвечивать да ранее мы дублировали предметы два предмета в один складывали по сути да есть были такие случаи и так материал выбираем то есть мы складывали два предмета один с одним материалом другим с оверлей с какими-то наложениями то есть и теперь все просто мы в любой предмет мы можем закинуть дополнительный материал который уже будет у нас какие-то значения по цветы по цвету выставлять ну давайте сделаем еще дубликатик изменим этот материал это допустим добавим какую-нибудь текстуру добра добавим пэнер да то есть мы какие-то сдвиги будем делать по данной подключаем все вот так так сдвиг давайте какие-нибудь небольшие значения выставим выставим так материал продублируем персонажика чтобы у нас все было на своих местах так и выставим ему второй материал так а мы забыли поставить какую-то текстуру но пусть будет вот такая у нас будет текстура которая будет двигаться если мы сейчас здесь уменьшим значение да мы как-то увидим хоть как она работает давайте создадим material instance и также поставим на данного персонажа и сейчас мы по сути этот material instance то же самое проредактируем как нам необходимо чтобы мы могли видеть на этом персонажике эти изменения то есть мы здесь можем прям по-разному настраивать как вам необходимо какие какой-то вид материала да это у нас все дополнительно редактируется также можем давайте еще раз продублируем еще какой-нибудь материал создадим это то же самое но допустим да вот мы сейчас просто подсвечиваем тот материал который но мы можем сделать именно по текстуре данного материала чтобы она светилась то есть все зависит как вы настроить внешний вид давайте его сюда закинем посмотрим как это будет здесь работать материал то вроде один и тот же даже если мы поставим цвет такой же синий но он будет немножко по-другому выглядеть хотя здесь мы покрутили настройки так что еще во первых смотрите если мы допустим хотим на персонажа изменить его в реальном времени да то же самое мы это сделать не сможем потому что пока еще в первой редакции у нас нет такого изменения так куда я захожу ну вот наш персонаж допустим да давайте зайдем прямо у него и представим на begin play мы поставим установку нашего цвета так это у нас наш мэш мы делаем set overlay материал да ну и допустим ставим какой-то материал из нами созданных пусть будет это второй материал даже инстансовый какой-нибудь вот такой вот такой при создании мы естественно накладываем материал но чтобы изменить параметры в нем мы к сожалению это сделать не сможем потому что пока в первой редакции у нас ничего это не работает хоть мы и будем вызывать какие-то параметры на изменения да то есть даже если мы зададим значение так ну это у нас на инстансе да вот здесь посмотрим допустим color да мы хотим изменить цвет то есть точнее давайте зайдем в сам материал чтобы скопировать его просто наименование ну допустим вот этот я здесь скопировал допустим значение не 2 как мы выставили здесь или же допустим минус 1.25 давайте изменим его ну на 3 то есть если мы так поставим то он у нас не выполнит изменения видите да как мы были определенного цвета так оно и не произойдет чтобы этого избежать мы можем естественно лишь естественно лишь создать материал с нуля так давайте create dynamic material instance да то есть мы создаем какой-то материал делаем параметр и естественно параметр мы уже сюда его передаем то есть только в таких случаях мы сможем какие-то изменения подавать давайте внедрим внедрим мы можем сделать так 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 set scalar параметр валью да давайте его сюда поставим допустим значение на единицу ну и материалы мы и так подаем так опционал name мы не будем ничего подавать как видите да то есть мы уже сразу изменили материал онлайн практически то есть если мы давайте сделаем дополнение сюда через delay выставим какое-нибудь промежуточное значение допустим через одну секунду после создания мы изменим значение так на минус 3 и как видите у нас через секунду все изменилось вот так мы быстренько можем изменять я предполагаю что к редакции 2 либо 3 версии анри 5 1 мы получим уже изменения без вот таких вот издевательств так скажем над нодами над структурой нашего проекта ну а предметы естественно теперь мы можем подсвечивать как нам необходимо это прям вообще шикарно то есть естественно мы предметы можем выставить так же на персонажа поставим как это бокс коллизию и просто подавать из материал точнее материал необходимый если мы допустим зашли в коллизию мы подаем материал если мы выходим из коллизии мы подаем какой-нибудь нулевой материал то есть новым материал и он естественно у нас переключится либо через flipfop можно все это сделать но это уже как говорится совсем другая история потому что у всех проектов по-разному настроены а на этом все в общем всем пока до скорой встречи